теперь вот эти вот не удержался у меня эта фотография пока эти два друга торговали на рынке саженцами много лет эти два товарища Филипп и Володя и Тотар и Володя два супер специалиста рядом с ними такие саженцы я уверен не вырастет ни один ученый потому что у них нет главной задачи вырастить а у ребят есть это их еда это их корм это их семейным продать саженцы ну все уходит в прошлое продавать все труднее вот и я уже думаю господи если бы у нас действительно было под какие-то хозяйственные пункты вот если меня слышит а он меня уже слушал наверное все вебинары все сто с лишним это реплик вот главный редактор нестинка садовода вот я читал его журнале как там назначили по-моему а сегодня назначили директором или ректором скорее директором института садоводческого скажем так его животновода что-то в этом роде вот а есть люди уникальные лучше их никто в стране не привает не не спорю но лучше уже никогда и не могут учитывать и вот я пишу это это звон пустыни это я все понимаю облачать не могу я знаю что я про кукарякаю а рассвет не наступит ну я как петух кто-то на заборе я должен кукарякать должен 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 почему потому что генетически во мне это заложено мне за страну обидно я написал оторвайте с руками наших волшебников научные работники ведь это страшное видео я потом покажу еще раз что пропишет про негодных ученых которые не умеют приводить что написал мечу поймете да их место в научных институтах также работа естественно не за гроши как у нас принято за гроши нанимать даже агрономов слушай образование вот вот кто нужны нам и тут окажется что что все не так то что замерзал у вас перестанет замерзать поняли господа ученые еще раз повторю извините мичурин пишет такое известный ботаник может например быть очень плохим приватчиком ну дальше не говорите вот это пока проходить не будет влияние подвоина привита на него сорт у него факты понимаете прививка делай селекцию игрой лото ну а дальше фотографии просто ради интересных вот это я привил черешню к вишне вот что получилось фотографию свежая мая 21 мая вот это цветут персики которые казанские так привиты один на абрикос второй на сливу вот и я вот об этом пишу это очень важно это касается многих из вас друзья даже те кто сегодня первое может быть увидит вот это кино это все будет в виде отдельных фильмов будет вебинар разрезан на куски выставлен youtube так и а потом еще попадет в этот яндекс вот по и многих из вас касается просто я пока впереди планеты все чисто случайно вот потому что старшего кто-то меня догонит и перегонит потому что вам не придется идти методом ошибок как я приходил потеряем несколько минут нужен официальный куратор от сибирского госуниверситета науки и технологии имени академика решетникова решет него или я уже нагло пишу мичуринского или темлянской академии мичуринская академия еще раз говорю это не я ее позорю это вы ее позорите тем что это самое судя по вашим высказываниям выпускницы вот теряется академия виновата не виновата или это вы все из бульварной литературы брали нижнескелетные ветки отрезать вот дерево больное несчастное изувеченное вами же опрыскивать ну и так далее и вот получается нужен официальный куратор официальный ну в данный момент сами понимаете я взял не поленился программа для будущего куратора сада железного почему потому что ну даже у меня не каждый год бывают такие урожаи ну допустим не случится града не случится невероятной силы урагана вот и все что сейчас на деревьях дойдет оплодношения вот а там такое впечатление несколько рекордов не только сибирских а российских а может быть не только российских вот ну сами понимаете в основе манчжурцы этот гигант так примерно все угодно если удалось привить это тоже получается гигант вот и я сейчас собрался что делать я собрался как-то зафиксировать эти рекорды и вот я что сделал для будущего куратора я знаю что скорее всего 99,9 что не будет никого куратора и никому никогда не нужна вот это вот уникальное уникальнейший урожай вот из полусотни клонов уже не сортов клонов вот итак ребята извините я все таки про это расскажу а потом опять пойдет обычный разговор имеется около сотни разнообразных каприкосов с уникальным ошибаюсь уникальным урожаем на 1 июня 2022 года высота снегового покрова это куратор должен все изучить температура в середине ранним утром и это круглый год влажность воздуха каждый день солнце пасмурно дождь с датами дата начала цветения каждого дерева я ни разу ни одного у меня привычка раньше позже больше меньше все чем я это успеваю а вот это получается вместо фактов впечатления примерно количество завязавшихся первое цветение у корней собственных саранцев и привитых саранцев высота каждого абрикосового дерева урожай каждого абрикосового дерева как будет урожай я покупаю 10-20 евро кто бы мне на них бы деньги дал немного сейчас копейки считаю вот и а сейчас прямо сейчас скажу мне протянутой рукой не буду вот я просто хочу чтобы еще несколько из вас пока только двое по тысяче прислали нет это не подаяние это просто приходит осень у меня же кости и абрикосов эти же уникальные купите а тысячи уже заранее уплачен вот вот так это выглядит вот смотрите вот это вот пока два человека вот они жду 8 евро считать а тысяча это часть частичная предоплата 8 960 776 8672 как видите а я на них куплю те же ведра в том числе и дальше картонная вот такой крупный картонный этот квадратик ну из этих ящиков картонных вырезанных квадратик крупным буквам пронумерованы и же много 10, 20, 30, 40, 50 номер стоит дальше что это какой клон название или примерное или новое название потому что большинство не имеет названия так и вот они стоят ведра например в этот день с него упало три ведра три ведра подписаны сфотографированы на следующий день вот да кстати видите меня упрекают за то что это крынуть Богом у меня выбора нет мне нужно доверие это доверие достигается тем что я никогда не это не нарушу слово данное Богу полная стопроцентная честность и порядочность получится дерево 18 ведра 18 получится 22 22 некоторые претендуют на 30 и на 40 ведра почему это надо я объясняю это тоже все касается ну от 20 там с чем-то до 40 килограмм а это порядка 6 ведра допустим 40 килограмм ведра 6 вот получились у Ваулина но деревья совсем молодые они сложно они потом будут давать это же 40 килограмм на 2 и на 3 и на 5 это переди все может не каждый год сам понимать но тем не менее абрикос есть абрикос и вот получится так что это у меня получается что если все мы это сделаем 5 ведра собрали унесли потом значит на следующий день 3 ведра потом ветер скинул еще 9 ведра и в конце концов окончательную цифру куратор нужен куратор который будет моей совестью а Лена Александровна больше всего вы это были потому что мы единомышленники вот и молодежь наша общая уже тоже плодоносит ну конечно до рекордов далеко трех пятилетий деревьев ну что есть то есть и вот получается таким образом должен быть зафиксирован весь урожай вот и он претендует на звание самого большого ну завтра может все это угробить ураганный ветер или вот мне был в случае когда ураганный ветер сбил все плоды вот эти зелененькие уфаины вместо супер урожая не было ни одного плода и так бывает но будем надеяться вот таким образом мезофиксирован результаты и так высота каждого абрикосов дерева и так урожай каждого фотографировали крон абрикосов с плодами так еще раз это бесстыдство страшное когда у сотен плодопитомников якобы плодопитомников а интернет-магазинов нет ни одной фотографии сада смотрим дальше а если чего скрывать такое фотографирование ведер с плодами с названием сортов клонов нумерации и даты установление связи между крупностью плодов и размером листьев это уже должно быть для науки сравнительное внимание подходит главному это чем должна жить наука каждый день каждый это использовать любую возможность продвинуть что а что именно смотрим дальше сравнительный анализ содержания плода глюкозы витаминов и наконец главное содержание в ядрах плодов абрикосов витамина b17 и семейной кислоты сверхзадача испытания ядер плодов абрикосов клиниках для онкобольных поняли куда я замокнулся почему не наука если там десятки сотни статей может быть такая же фейки как новая появилась фейки может все это смотрите справка из интернета там все забитые и уже это все неправда ядра абрикосов эффективны при онкологии из-за высокого содержания витамина b17 сформированная соединение цианида цианида это ведь яд по-моему ну ладно и бензолдегида бензолдегида чем выше концентрация сильней кислоты в ядрах тем более горький вкус у продукта польза токсичных соединений в том что они блокируют деление клеток пораженных раком и уничтожают злокачественного образования а если это правда при этом если соблюдать точные дозировки целостность здорового ткани не нарушается ядра абрикосов содержат никотиновую кислоту необходимы для трансформации питательных веществ энергии все точка смотрите еще раз сверхзадача если бы вот такой как Елена Александрович может быть целая бригада должна работать если бы кто-то присоединился из медиков если бы это была сверхзадача поставленная с самого верху с самого верху просто почему не замахли до сих пор да нету вас абрикосов господа ученые нету я привез плоды абрикосов Байкал царство университет привез на ту конференцию у меня рот заткнули стоит ваза с моими роскошными абрикосами бывает на выставке и такая же ваза стоит с абрикосами тоже прекрасными этого самого Байкала команда была везти все если бы вообще не захотели лень была бы тогда понятно но раз привезли вишни и черешни причем там такие привозили прям ветки все вешенные такие знаете рясные налюбуйся абрикосов нет это получается в науке нет тогда вот эту сверхзадачу она не может выполнить понимаете а тут есть одно но не каждое вот у меня допустим получил 50 или 100 деревьев с плодами несколько десятков это супер урожай несколько десятков деревьев ну там который 23 лет и что получается не все могут годиться понимаете дальше сейчас хуйся ладно хотела денег переснять сейчас объясню есть такое выражение которое называется вот это вот синильная кислота да это страшный яд и вот это вот соединение витамина 18 соотношение витамина 18 и синильной кислоты везде разное я начинал всего раздавил ну то есть это есть специальные щипцы которые не давят как это да это полностью чик и вот он в руках развалился и ты ешь ядро один день сел одно ядро живой два ядра на другой день три ядра на третий день дошел до пяти ну а потом не содержит яд в таком количестве который повредит здоровье больше чем пользы принесет вот я действовал очень взвешенно до пяти дошел несколько месяцев я питался даже где-то подсел то есть у меня какая-то потребность была пожевать этих ядышек вот они небольшие ну а потом жадность победила они же мне деньги стоят эти кости вот а потом забыл а сейчас когда я вспомнил ведь сколько можно спасти людей если это правда или неправда чтобы уже голову не морочить и не травить тогда людей это понимаете вот для чего нужен куратор и не один может быть если этого наука не способна если она так и будет притворяться что что-то там делают если берут это помните эти самые презервативчики кастрация этих фу чтобы получить очередной сорт а потом еще приносить изувесить его якобы он если не увесить то он и растений будет все ясно вот пользуют токсичные соединения они блокируют деление клеток пораженных раком уничтожают злокачественные у меня только один пример я рассказывал но я боюсь узнать правду конец этого разговора то есть я сказал что уже значит перестала боли прошли сон наладился работает во всю больше врожжевых нет но это же то письмо я не придумал я с Богом не это самое не воюю я верю ему и вот получается что если это не будет выполнено то это еще годы 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 а вдруг мы спасли бы миллионы людей тысячи миллионов а вдруг уже когда в каждом саду будут абрикосы их вырастить и ничего не стоит мы же этим и занимаемся сейчас осенью знаете сколько ко мне поступят фотографии с прекрасными абрикосами там от пол ветра до десяти ветра до двадцати ветра буквально 72 это год такой особый ну как так ну где наши люди ну где ну где ну 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 Продолжение следует...